Абсолютно не всерьез, а именно шутки ради, сегодня отправляемся к гадалке. Пусть погадает среднестатистическому рассказовцу на какое-нибудь не очень отдаленное будущее. Чего ждать, что будет, чем сердце успокоится. Это раньше гадалки предсказывали по руке, раскладывали карты, что-то там высматривали в хрустальных шариках. Сегодня большинство из них приспокойненько и прикомфортненько обосновалось в интернете. Берем нашего среднестатистического рассказовца за руку и ведем к такой виртуальной прорицательнице. Ежу понятно, к гадалке не ходи, что любая ясновидящая прежде всего хороший психолог. А психологу нужно, чтобы человек максимально разоткровенничался. Попробуем и мы вызвать прохожих на улице на откровенности. Скажите, вы мечтательны? Да, когда как? Нет. Друзья мне часто говорят, что я летаю в облаках. Я обычная. Что выбрали? Конечно, да. А что мечтаете? Хорошей жизни. Спасибо. Чтобы все было замечательно. У меня и у всех. А сочинять стишки и песенки умеете? Да, умею. Только когда влюбляюсь. Нет, такой ерундой не занимаюсь. Нет, но хотелось бы. Только когда влюбляюсь. Часто влюбляетесь? Часто. У вас есть друзья? Нет, только знакомые. Есть только один надежный друг. Есть и много. И без них справляюсь. Это гадалка ставишь? Да. Что выбрали? Кто озвучивает? Есть и много. Ну-ка быстренько называй имена друзей. Дима, Саша, Петя, Леша. Продолжай. Макс. Еще Макс, Диман. Так, сейчас ты будешь продолжать. Давай. Илюха, Игорек. Потом Леша. Еще один. Андрей. Андрей. Рома. Ну тогда давайте всем друзьям привет передаем. Машем ручкой. Вы мудрая. Очень мудрая, красивая и еще безумно скромная. Не во всех вопросах. Я обычная, как и все. Когда надо, становлюсь очень мудренной. Не во всех вопросах. Вы трудолюбивый? Приходится таким быть. Конечно, тружусь до потери пульса за компьютерной игрушкой. Нет, я люблю полентяничить. Затрудняюсь ответить. Ничего. Не трудолюбивый? Нет. И лентяничить не любите? Нет, лентяничить люблю. Работу не люблю. Вы любите сладости? Очень. Я сладкоежка. Люблю, но не все. Равнодушен к сладостям. Лучше дайте мясо. Вообще, как сладости любите или терпимо к этому относитесь? Вообще не люблю. Равнодушен к сладостям. Любите бывать на природе? О, да. Люблю особенно устраивать пикники. Люблю бывать на диване. Можно иногда прогуляться по парку. Нет, комары раздражают и клещей боюсь. На природе любите бывать? Очень. Что обычно делаете? Отдыхаю. На природе? На природе. С семьей? По-всякому. И с семьей одна. А одна что делаете на природе? Купаюсь. А вы, наверное, злой. Очень прям кровожадный вампир. Только со своими врагами. Ну, если меня сильно достать, тогда берегись. Нет, ну что вы, я белый и пушистый. Да, я злой бываю. Ну, не всегда. Ну, вообще так, если меня сильно достать, я, конечно, такой, что меня, в общем-то, мало не покажется. А с виду такой белый и пушистый. Пушистый. Скорее всего, вы себе нравитесь. Нет, хочется измениться. Иногда, особенно, когда добиваюсь успеха. Я горжусь собой. Иногда нравлюсь, иногда ругаю себя. Всяко бывает. Иногда нравлюсь, иногда ругаю себя. Всяко бывает. Все необходимую информацию мы собрали. Нашей виртуальной прорицательнице осталось лишь нам что-нибудь напророчить. Что же она предскажет среднестатистическому рассказовцу? Мил человек, твой мир полон злости и горести. Это она всегда всем так говорит. Но есть одно чувство, которое покажет тебе все пути к счастью. Это любовь. Знаем, знаем, она находится очень близко. Просто нужно быть повынимательней. Что нам, гадалки и предсказательницы, если сам знаешь, чего хочешь, к чему стремиться и какие усилия готов приложить для того, чтобы добиться желаемого? Мы предложили рассказовцам самим предсказать свое будущее. Как вы видите себя через 10 лет? Начнем с большинства. 32%, а это почти треть опрошенных, видят себя перспективным профессионалом с большой зарплатой. 22% уверенно заявили, мне всегда будет 17. У 16% будущее пока туманно. 10% знают точно, что выйдут замуж и нарожают нам кучу ребятишек. 8% не остается ничего, как много работать, чтобы прокормить семью. 3% через 10 лет видят себя старенькими и мудренькими. Кто-то из авторов других ответов через 10 лет превратится в эффектную, устроенную, загадочную блондинку с высшим образованием и кучей поклонников. Кто-то написал, буду алкашом. Давайте вы передумаете, поищите себе другое будущее. Посмотрите на других. Буду богатой, счастливой и с тремя ребятками, мальчиком и двумя девочками. Я буду всегда молодая такая. Просто буду счастливой. Я тоже сейчас невероятно счастлива, потому что одной ногой стою уже на пороге заслуженного отпуска. Это был последний выпуск занимательной статистики в этом сезоне. В июле активно отдыхаем. На нашем сайте в интернете оставляю вам опрос. Будет хорошее настроение и желание, заглядывайте, подсказывайте. Всем приятного лета и до встречи в августе.